Такая акция «Милосердие» проходит на территории рынка Лагуна уже не первый раз. Для Артема Колесника и Ивани Дубагрия любая материальная поддержка крайне важна. На их лечение каждый месяц уходит большая сумма денег. Если бы не помощь небезучастных людей, шансы на их выздоровление сократились бы в разы. Услышав о судьбах мальчиков, люди не проходили мимо, опуская в ящик деньги. Многие понимали, что дарят Артему и Ивани возможность полноценно жить. Начинались каникулы в прошлое воскресенье. У нас было очень весело. У нас были танцы. Дети танцевали и барыню, и танец маленький, и все что угодно. Пели, стихи читали, выходили на сцену. Сцена полностью для них была предоставлена в прошлые выходные. Ну а сегодня вот у нас уже подготовка к школе. И я думаю, что мамы с детьми придут на рынок что-то купить и обязательно заглянут на нашу площадочку. Мама Артема Оксана Колесникова делится с нами. Один диагноз – судорожный синдром с ее сыну уже сняли. Бороться за здоровье ребенка придется еще долго. Однако сумма на лечение огромная, и собрать ее в одиночку крайне сложно. И такой концерт дает надежду на то, что детям успеют оказать необходимую медицинскую помощь. Для нас это огромная и неоценимая помощь в нашей семье. И мы очень благодарны Наталье Емельяновне и Марине Николаевне за то, что они нас не забывают, поддерживают нас. Потому что у нас пятеро деток и Артемка, и нам нужно его лечить, ставить на ножки. Все это стоит очень дорого, поэтому их поддержка и помощь для нас просто неоценима. Это помогает. Низкий поклон Наталье Емельяновне. Она не только занимается сбором денег в ящик, в урну, также перечисляет их на счет. Сегодня мы получили разводящее устройство для ног, которое было ей оплачено 950 евро. И эти концерты, конечно, они не сильно много, но они приносят деньги. По крайней мере, на массаж оплатить хватает. Весомый вклад в поддержку мальчика внесла Наталья Ильницкая, генеральный директор рынка «Лагуна». Женщина уже не один раз была избрана депутатом Брестского городского совета и всегда оправдывала ожидания своих избирателей. В этом году ее избрали депутатом уже областного совета. С целью заботы о своих жителях микрорайона Ковалева, она проводит вот такие благотворительные концерты, акции, в помощь больным деткам. И жители микрорайона Ковалева знают уже об этих мероприятиях и, как правило, к 12 часам всегда сходятся вот на площадку на рынке «Лагуна». То есть этот рынок несет не только какую-то материальную заинтересованность, но также и непосредственно заботу о людях. Я, конечно, постараюсь оправдать их надежды. Уже с Нового года к нам обратилось 16 человек, и все заявления будут рассмотрены, и будет оказана помощь. Даже в последнее время мы перечислили деньги, сегодня проходят акции двум мальчикам, это Ваня Дубогрей и Артем Колесников. Мы им перечислили одному 12 миллионов, другому 13 миллионов, проводим уже третью акцию. Они уже съездили на лечение, и нас это очень радует. Творческий подход к решению любой проблемы, сострадания к чужой беде и готовность прийти на помощь – это и есть бизнес с человеческим лицом, на который решится далеко не каждый. К счастью, людей, умеющих поддержать и помочь тем, кто в этом нуждается, не так мало. И организаторы благотворительного концерта доказали это еще раз. Ведь Артему и Ване действительно нужна и важна эта поддержка. Продолжение следует...